Всем привет! Я вот думаю, начинать новый влог или не начинать, что делать? Но уже начала, да, конечно. Настроение хорошее, девочки. Я сегодня рано проснулась, кофе уже напилась, смонтировала вам влог. Вчера его закрыла, а сегодня, видите, с утра начинаю новый. Ну, это, можно сказать, как продолжение предыдущего. Вот, и влог у меня выводится уже. Я прилегла, залезла под одеяло, натянула на себя пижамку, вот такую с рукавом. Кстати, пижамка у меня очень сочетается даже вот с комплектом белья. Потому что прохладно. А прохладно почему? Потому что ветер сильный на улице, очень сильный ветер. И я прям не знаю. Я думала сегодня сходить к врачу, а потом думаю, зачем мне, собственно, к врачу идти. Вот я уже выздоровела, да. Я уже все, даже линокс выпила сейчас последний. И я себя чувствую прекрасно. Единственное, что я, наверное, позвоню в поликлинику, хотя, наверное, по телефону и не скажут. Я хочу узнать, вот у тех, кто переболел у РВИ, берут вот эти вот анализ на антитела или нет? Ну, в Москве вроде по новостям говорили, что берут. Ну, может быть, это только в Москве, а в регионах пока еще этого не делают. Не знаю. На улицу выходить пока не хочется. Очень сильный ветер. Прямо сильный-сильный. А почему я думала снимать или не снимать влог? Потому что вот у меня вытяжка клацает. Когда сильный ветер, вытяжка клац-клац-клац-клац. Я сначала хотела снять что-нибудь такое, там, готовку какую-нибудь на кухне. А потом думаю, ну, куда это годится, если будет вытяжка все время клацать, да? Вот. Ну, может быть, немножко переждать. Может, ветер утихнет. Посмотрим. Поэтому залезла, пододела, смотрю телевизор и нежусь. Нежусь тут в постели. Кайфую. Видите, за окном у меня дерево стоит. И вот оно у меня колышется. Я вот лежу и смотрю, как тут колышется эта ветка. Очень, очень она сильно колышется, вы видите. Так-то вот солнышко вылезло, слава богу. А то было с утра вообще пасмурно, была туча. А ветер сильный. Древо прямо колышет. Ну, бывают порывы прям сильные. Сейчас не очень сильно. А на градуснике у меня градусов 16-17, да, примерно. Вот. Ну, в общем, короче, вот так вот. Такая погодка. Ну, а вот у меня выводится видео. Оно уже вывелось. Я сейчас вам буду его опубликовывать. Всем доброе утро опять. Только сказала доброе утро и опять доброе утро. Девочки, я вчера уснула днем. Смонтировала видео, вывела, поставила уже на обзор все. А потом что-то я прилегла. Ну, я же вам показывала, ветер сильный был. И дело было к дождю. Я уснула. А потом проснулась, у меня так голова болела. И вообще вот это, знаете, вот к дождю, когда хочется спать. У вас такое бывает. Это как раз перед дождем. Хотя дождь не обещали, но он вчера пошел небольшой такой. И все. Я проснулась, у меня болела голова. Я что-то не поняла, что это такое. Померила давление. Давление вроде нормальное. Но я думаю, что это вот этот сильный ветер. Из-за него болела голова. В общем, вчера ничего не стала я делать. Не стала ничего снимать. Валялась целый день в постели. Сегодня проснулась я рано. Потому что я вчера-то спалась. Вот сейчас сижу, пью кофе. Уже напилась кофе. А вчера уже смотрю, комментарии почитала. Вопросы там у вас некоторые возникли. Думаю, ну, поотвечаю я вам сейчас на некоторые ваши вопросы. Так, один вопрос. Зачем вам два дивана? Девочки, отвечаю. Два дивана у меня стоит давно уже. У меня раньше еще сын до женитьбы жил со мной. Сын женился, и они ушли жить отдельно. Дочка пока жила в Москве. Она же приезжала ко мне часто в гости. И останавливалась у меня, понятное дело. Ну, если у меня есть дети, у меня, значит, могут быть и гости в виде детей. Вот, чужие здесь никто не ночует. Но, в общем, с тех пор два дивана осталось. Я уже думала второй диван, в общем-то, убрать. Но на его место, в общем-то, у меня ничего и не планируется ставить. Я бы на его место поставила бы кресло, на котором бы я сидела, снимала. Но я с таким же успехом сижу и на вот том компактном диване, который раскладывается вперед. Сижу и на нем снимаю. В общем, подушками обложила его и кайфую. В общем, такая зона у меня для съемок. Так что у меня все продумано, все правильно стоит. Следующий вопрос. Спрашивают, почему у вас салфетка лежит на плите? Ну, вот видите, салфеточка, да? Для чего она там лежит? Вы знаете, вот когда я купила эту плиту, это индукционная плита. Понятно, на обычную плиту нельзя, она загорится. А на индукционную можно, сама плита не нагревается. Но там в инструкции было написано, что можно подложить салфетку. Ну, во-первых, для того, чтобы там сковорода, вот она не скатывалась куда-то, чтобы не царапалась, я же ее верчу на стекле, чтобы она там не царапала стекло. Ну, в общем, и меньше может быть жира даже вот капает на само стекло. Так салфетку убрала и выбросила, и все дела. В общем, вот она и лежит. Ну, я меняю ее, конечно, часто меняю, постоянно меняю. Ну, вот она мне лежит. Мне так нравится. Еще часто такой задаваемый вопрос, уже не раз мне задавали, по поводу жилья. Ну, кто-то пишет, вот у вас компактное такое жилье, маленькая квартирка, но уютная. Я вам хочу сказать, да, я в такую квартиру. Вообще, вот сюда я поселилась еще, когда мне было 20 лет. В 1984 году, когда мне было 20 лет, я работала на заводе, вот я уже вам рассказывала про свои работы, и это заводское было общежитие. Здесь у нас был женский корпус, а напротив мужской корпус. И вот в такой вот комнате у нас жило три девчонки. Я жила тогда в другой комнате, и, в общем, потом у нас уже стали замуж выходить, стали с семьями обрастаться, детьми обзаводиться. И у нас вот как-то постепенно холостяцкое, оно перешло уже в семейное общежитие. А потом, когда уже случилась перестройка, когда завод закрыли, у нас уже тогда поменяли на статус жилого дома, и у нас уже сделали как квартиры, их приватизировали. Здесь все свое, туалет свой. Кстати, тоже вот еще один вопрос. У вас туалет общий? Я не понимаю, как, значит, общий. Если у меня квартира, как у меня может быть общий туалет? Общий, понимаю, это с соседями общий? Нет, нет. У нас у всех, у каждого изначально здесь запланирован был туалет, и он так и есть. Я, кстати, когда сюда вселилась, две девочки вот жили уже, да, в комнате, и я когда вот вошла, а я сюда вселилась уже после общежития аэропортовского, и мне здесь показалось так уютненько, но в аэропортовском там и кухня была общая, и туалет, и душ, все было общее. Не было уюта, было у нас на секции там на 20 человек, кухня общая, туалет, ванна, все это мне было некомфортно. А сюда, когда я вселилась, увидела, что здесь такая вот уютненькая квартирка, ну, гостинка типа, гостиного типа, да. И здесь были занавесочки, ну, в комнате тогда стояло три койки, шифонер, стол был, телевизор, в общем, занавесочки, все, коврики, вот как-то так вот кухонка своя, туалетик тут свой, и вот это вот какой-то маленькой семьей мы жили, мы вместе готовили, мы ели с одной кастрюлей, в общем, все как-то вместе у нас было, по-семейному, по-домашнему. Вот, и я вот как-то так влюбилась в это общежитие. И здесь я замуж вышла, здесь детей я вырастила, дети разлетелись, упорхнулись гнезда, как говорится, я осталась одна, но мне одной, конечно, кайфово здесь. Я просто, честно говоря, кайфую одному человеку здесь вот просто комфортно, комфортно, уютно и компактно, знаете, вот в квартире она большая, там вот это вот как-то, не знаю, много уборки. Ну, я привыкла здесь, и здесь при том, что девчата, которые со мной здесь жили еще тогда, девчата мои, вместе со мной тут уже и постарели, ну, половина уже улетела отсюда, как говорится, людей. Кто-то квартиру получил еще тогда, еще в те перестроечные, доперестроечные моменты, кто-то просто продал и уехал, квартиранты вот где-то живут. Но у нас, наверное, половина еще осталось тех старичков еще с тех лет, наши заводчане, мои девчата, которые, в общем-то, здесь мы знаем все друг друга, и как-то так вот, знаете, нет ощущения, что я среди чужаков, я живу среди своих. Вот, поэтому если я даже и живу как-то вот уединенно так по-своему, но в любой момент я знаю, что здесь все свои живут. Ну, вроде бы я ответила на этот вопрос. В общем, да, это раньше было общежитие, сейчас это уже жилой дом, здесь квартиры, они также продаются, и, в общем, мне здесь комфортно, и никуда отсюда не хочется мне уезжать. Ну, и по поводу общего туалета, я когда показывала рум-тур, показывала вам все, но не показывала кладовку, кладовку я вам показала свою в прошлом видео, где у меня колеса хранятся, да, и не показывала я вам свой туалет, ну, как бы, не знаю, мне было немножко неудобно ораторию демонстрировать, но если вам прям любопытно, могу вам показать сейчас. Хотя, вот спасибо за этот вопрос, я теперь знаю, что мне там нужно сделать уже уборку, я сегодня этим и займусь. Надо перемыть, я там перемываю периодически стены, все, ну, там душ, душ, душ просто сделали в туалете, в полу трап, душевая, и стены я обклеила такими вот пластиковыми плитами, и с них все стекает, в общем, эти плиты у меня на стенах уже лет 15 или больше, я не помню уже сколько лет, ну, пойдемте покажу. Ну, вот у меня там под ковриком, у меня там трап, а вот здесь, вот видите, вот эти вот плитки обклеены, но они не до самого потолка обклеены, ну, почти до потолка. А вот эта стена, вот здесь за стенкой находится кладовка, которую многие разломали, там заложили, а здесь открыли, и поставили компактную ванну. Ну, я, честно говоря, в ванне купаться не привыкла, я привыкла стоять под душем, и поэтому ничего я не переделываю. Ну, тут у меня такой вот уголок полочка, и тут у меня всякие стоят бальзамчики, шампунчики. Вот он у меня душ, вот висит у меня душ. И все, я тут купаюсь, мне занавесочка, занавесочку задвинула, и все. Вот так полотенчик тут у меня висит. Там внизу всякая химия, вот, кстати, приберусь, может быть, потом покажу вам еще. А здесь, кстати, вот на бочке у меня стоит вот эта корзинка пластиковая, которую я брала в фикс прайс. И чтобы вот эти вот пузырьки все не падали на пол, вот здесь хорошо у меня стоит шампунь, бальзам, гель для душа и все такое. Ну, а здесь вот под ковриком трап. Видите? И все, вот такой вот у меня компактный туалет с душевой. Ну, а ванну я делать, честно говоря, не захотела сама, потому что я в ванне сидеть не привыкла. Я все время куда-то спешу, и мне вот как-то так, знаете, удобно. Раз, залезла, душ включила, скупалась, вышла. При том, что я знаю, что в ванной вот бывает, иногда человек там болеет или что-то. Ну, у меня была одна знакомая семья, где дедушка там был старый. И вот он сам в ванну залазить не мог, и вылазить из ванны не мог. И вот они там с семьей, родственники вот его туда сажали, вот его оттуда вынимали. Из-за того, что вот этот бортик перешагнуть старику было тяжело. А тут даже вот, я думаю, если постарею, мало ли что. Зашла, я могу на унитаз сесть, если даже стоять тяжело. Если устала, я могу сесть и купаться, сидя. Ну, а так вот зашла стоя, раз, душ, душ, все, искупалась, и все прекрасно, все отлично. В общем, короче говоря, у меня суперский душ. А в ванной я сидеть уже не привыкла. Ну, я росла когда с родителями, там ванная была, и в детстве я любила в ванной сидеть, там плескаться, играться, не знаю. А потом, когда выросла, все время куда-то спешишь, все время торопишься. И вот это рассиживать в ванне, вот как-то мне непривычно. Вот мне такое ощущение, что я теряю время, вот там сидя, да. Ну, как-то не знаю. И вот у меня вот у дочки и на ее квартире на одной, и на другой. И вот сейчас у нее ванна. Вот хочу вам сказать, я ни разу не сидела в ванне. Вот никогда я не сидела в ванне, потому что вот не хочется, не привыкла. Так что вот такие дела. Я думаю, ответила я на ваши все вопросы. Вот. А сейчас, наверное, я пойду и помою свой душ. Кстати, кто-то пишет, что я мотивирую вас на какие-то сподвиги, да, что-то делать. Какие-то дела по дому. Ну, вы знаете, а вы меня мотивируете, кстати. Кстати, хочу сказать спасибо многим за хорошие, добрые пожелания, хорошие комментарии. Они меня тоже вдохновляют. И вы меня тоже мотивируете. Тоже вот раз вопросик такой задали, вот, а я подумала, о, давно не мыла, надо, кстати, помыть. То у меня дома долго не было, то сейчас там, то заболела, то думаю, надо душевую помыть. Вот я сегодня этим и займусь, кстати. Сейчас кофе еще попью и пойду мыть душ свой. Ну, вот я освободила все, с туалета вытащила. Кстати говоря, у меня столько всякого барахла, оказывается. Тут надо еще перебрать вот это все. И что-то ненужное, может быть, уже даже пора и выбросить. Ну, и сейчас, вот видите, мой трап, я поубрала коврики. Приготовила химию, которая мне нужна будет. Ну, в принципе, здесь вот у меня там идет спрей антиналет и ферри. И сейчас я стены помою. Здесь все помою, вот эти полочки я все поосвободила. В общем, все повытаскивала. Все. А вот на полу, особенно там в углах, там, конечно, вот налет есть. Но, не знаю, попробую я с ним справиться. Получится? Нет, не знаю. Посмотрим, что будет потом. Сейчас я все намочу. Вот. Сейчас все хочу намочить. И все отойдет. И все помою. Кстати, у меня есть новая занавесочка для душа. И вот как раз у меня пришло время ее и поменять заодно. Вот. А на улице уже расцветает. Солнышко встало. Время, как вы думаете, сколько? Начало седьмого. Видите, как рано я проснулась. Прохладненько еще на улице. Ну, и наш утренний ритуал. Выглядываем в окно. Тишина. Классно. Петушок пропел. Ну, все. Здорово. Ну, все. Я закончила уборку. Чистота, красота. Все. Стены чистые. Полочки чистые. Выбросила ненужные баночки. Все мне теперь как надо. И вот тут внизу тоже лишние банки повыбрасывала. В общем, все отлично. Ну, насколько смогла кафель отодрала. Где-то он уже не отдирается. Потому что он уже старый. Все. Осталось повесить занавесочки. Вот такая симпатичная занавеска. Вот она новая. Я, кстати, брала ее в Фаберлик. Она еще, видите, с такими металлическими дырочками. Отлично. Брала и все. Как-то руки не доходили мне ее повесить. Но она широкая и короткая. Поэтому я ее сбоку отрежу и вниз подошью. И будет отлично. То же самое я делала с предыдущей занавеской. Ой, что творится, что творится. Ну вот я вот взяла и занавесочку справа я отрезала. А сюда я немножечко ее доложила. И сейчас вот этот стык я просто сошью, пришью и все. И повешу занавесочку новую. Хорошенькую. В общем, короче говоря, спасибо вам, дорогие. Что бы я без вас делала? Вот благодаря вам занимаюсь такими вот вещами. Ну вот я повесила занавесочку. Такая красота. Вообще я не могу. Так приятно. Такая хорошенькая. Все. Я довольна. Порядок навела. Какая умница. Ну что, мои хорошие. Еще нету девяти часов. Только пол девятого. А я уже сделала такое великое дело. Вообще. Вот знаете, говорят правильно. Кто рано встает, тому Бог дает. Можно много очень сделать полезных дел, когда вам делать нечего. Вот. Ну или когда есть много дел, тоже. Вот рано встаете, у вас получается день как бы больше становится. И вы раньше просто управляетесь делами. Я очень довольна своим душем сейчас. Он у меня как новенький. Просто как новенький душ у меня стал. Так. Ну и еще один. Это уже не вопрос. А была просьба от одной моей. Наверное, не от одной. Потому что несколько раз я в комментариях встречала просьбу. Сделайте рецепт. Дайте рецепт вашей тушеной капусты. Вот как вы делали у дочки. Ну, девочки. Рецепт тушеной капусты. Вот я не знаю. Он такой простой. Что я даже не знаю, что писать в рецепте. Капусту ее надо нашинковать. Количество капусты в зависимости от вашей сковороды. Сколько вы там собираетесь делать. Ну и можно сделать с горкой. Только имейте ввиду, чтобы вам было удобно помешивать. Луковицу порезать кубичками. Томат. На матную пасту. Ну, я не знаю. Где-то столовая ложка томатной пасты. Где-то на полстакана воды. Примерно развести. Потом в конце нужно будет это залить. Ну и я обычно добавляю туда либо вареную колбасу. Можно сосиски, можно вареное мясо, можно котлеты. В общем, что-нибудь мясное добавить, тогда уже будет полноценный, в общем-то, не знаю, завтрак, обед или ужин. Потому что просто капуста, но ее съел, она быстро очень переваривается. И, в общем, сытность не наступает. А если туда добавить, например, колбаску, уже получается полноценное блюдо. Кстати, это блюдо подходит как раздельное питание, потому что капуста сочетается с любым мясом. Вот. Ну и что? Посолить, поперчить в конце уже. И в конце я кидаю уже вот эту колбасу. Сегодня я хочу сделать тушеную капусту. Я буду делать с сосисками. И снимать вот это как отдельное видео я не буду, потому что, ну, там, собственно говоря, нечего снимать. Самый главный секрет, мой лично, я не знаю. Капусту надо сначала обжарить. Добавляйте немножко растительного масла. Обжаривайте капусту на масле, чтобы она немножко подрумянилась. Не надо туда добавлять воду. Вот когда капуста подрумянивается, она сразу выпускает свой такой запах приятный. Она тогда вкуснее становится. Она немножко уменьшается в размерах. Вот когда она подрумянится, и тогда уже, в принципе, можно немножечко добавить. Вы добавляете уже как раз томат вот с водичкой и закрываете крышкой, на медленном огне тушите. А сначала надо обжаривать ее на сильном огне, чтобы она, и постоянно помешивать, чтобы она немножко обжарилась. Ну, чтобы не подгорела. Вот и весь рецепт. С ингредиентами все понятно. Количество вы делаете все на глаз и все по вкусу. Самый главный секрет, обжарить капусту, но не накрывать ее сначала крышкой. Просто обжарить, а в конце уже потушить. Тогда она будет вкуснее, чем... Вот я раньше, когда по молодости, сначала ее закрывала крышкой. Она там упаривалась. Но она не настолько была вкусная. А вот в обжаре тогда вкуснее получается. Кстати говоря, девочки, моя вот эта любимая сковорода. И, кстати, она у меня единственная, которая подходит к индукционной плите. Но она была хорошая. Ну, вот она уже, видимо, от высокой температуры немножечко потеряла свое покрытие. И теперь на этом месте немножко пригорает. Не знаю, как готовить. Ну, будем готовить как-нибудь. Другой сковороды мне сейчас нету. И, кстати, купить новую сковороду сейчас негде. Потому что универмаг, который у меня рядом с домом, он закрыт. Я там покупала такую сковороду. Потом я не видела больше такую. А вообще хорошую сковороду лучше купить одну. Но чтобы она была хорошая. Чтобы она по объему подходила. Хорошую как-то я брала тоже надолго хватало. В видео. Ну, в некоторых других магазинах. Лучше взять, конечно, хорошую сковороду с толстым дном. Чтобы дно потом не выдавливалось, не выпукало. Как оно, знаете, бывает. Выпукало. Выпукало. Сказала тоже. Ну, в общем, все магазины, где продаются хорошие сковородки, сейчас закрыты. Поэтому придется мне пока что довольствоваться тем, что есть. А, кстати, вот у дочки хорошая сковородка. Мы ее покупали в Галамарте. И, на удивление, ну, я там выбрала тогда самую дорогую. И она такая, знаете, как с каменным покрытием. Но очень хорошее покрытие. Очень хорошая сковородка. Мне нравится такая. Вот я бы такую себе, наверное, купила. И она там стоила что-то 2000 с чем-то. В общем, даже и цена приемлемая. Для хорошей сковородки это недорого. Ну, что, давайте уже будем готовить. А то я уже завтракать хочу. Ну, что, давайте так немножечко расскажу. В общем, капусту отрезали кусочек. Я не знаю, мне этого, может быть, хватит, а может быть, нет. Вот тут немножечко я наколупала где-то столовую ложку томатной пасты. Она у меня в морозилке хранится. И нальем примерно полу стакана воды. Вот луковица. Ну, на большую сковородку вот такая луковица нормальная. Ну, и беру три сосиски. Можно брать сколько хотите. Можно больше взять. И удобный нож, чтобы вам было удобно шинковать капусту. Но для меня, например, очень важно, чтобы нож был удобный. Вот этот нож мой любимый. Мне папа его еще делал, подарил. Уже очень давно. Вот он мне очень удобен для как раз-таки шинковки капусты. Ну, что, поехали. Ну, вот я капусту нашинковала. Я думаю, мне вот такой горочки хватит. Сейчас я включу сковороду, налью масло. И отправим эту капусту туда. Забыла включить камеру. В общем, поставила ее на плиту в сковороду. Добавила немножко масла. И добавила туда капусту. И капусту немножечко еще подрезала. Потому что она сократится в половине. Ну, теперь буду помешивать. Главное, чтобы она не поджарилась. Не подгорала, вернее. Если вы любите побольше масла, можно добавить побольше. Я иногда в процессе тоже добавляю. Я, пожалуй, добавлю масло, из-за того, что у меня сковорода не очень хорошая. Чтобы она не подгорала. И сейчас я быстренько нарежу лук кубиками. Ну, в общем, прошло уже минут 5. Видите, капуста немножко уменьшилась в размерах. И сейчас можно добавить сюда лук. Лук я нарезала вот такими вот крупными кубиками. Теперь лук перемешаем. Еще минут 5 примерно будем жарить с луком. Ну, вот примерно минут 5 прошло. Вы уже видите, немножечко подрумянилась капуста. А теперь можно сюда выливать уже томат. Перемешаем, закроем крышкой. Убавим газ, убавим напряжение. Убавим мощность плиты. Ну, а сосиски я решила взять 4. Я люблю, когда побольше сосисек. И вот кружочками вот так вот примерно их порежу. Ну, и можно отправлять уже сосиски. Все, добавили сосиски. Теперь уже можно посолить, поперчить и положить туда еще лавровый лист. И потом тушить на медленном огне. Ну, недолго. Минут 5-10. Но излитка надо все равно помешивать. Если на слабом огне, то можно и не помешивать. Я хочу добавить сюда вкусную соль. Это вообще у меня, по-моему, адыгейская. Это адыгейская соль. Ну, я люблю вкусную соль адыгейскую. Перчика немножко. И пару листиков лаврового листика. Почти готово. Чуть-чуть капусту доведем до мягкого состояния. И можно будет кушать. Вот такая вкуснятинка у меня, девочки, получилась. Я люблю с майонезиком или со сметанкой это есть. Ну, сметану я беру 15-процентная. И вот у меня есть такой майонезный соус 15-процентный. Я беру его в магните. И он вкуснее даже, чем сметана. Ну, нежирный тоже, не поправишься. Ну, и батон отрубной, аютинский хлеб мне очень нравится. Я беру всегда с отрубями хлеб. Ну, что, давайте завтракать уже будем. Ну, что, мои хорошие, вы вдохновляете меня на подвиги. А я пытаюсь вдохновить вас тоже на что-нибудь этакое. Что-нибудь сделайте. Капуста вкусная. Я даже не сомневаюсь ни на минуточку, что она вкусная. Я сама ее очень обожаю. И на завтрак такую капусточку поесть. Просто одно удовольствие. Ммм, сейчас вкусненько будет. Ммм, соблазняю вас, девочки. Ммм. То, что надо. Сейчас майонезиком все это перемешаем. Возьму хлебушек и буду все это кушать с удовольствием на завтрак. Девочки, день удался. Можно сказать, определенно, день удался. Ну, что, давайте еще съем. Капуста делается легко и просто, и очень быстро вообще. У меня на все это блюдо ушло от силы минут 20. Ну, если даже не считать, что я там порезала капусту, она быстро, в общем-то, режется, да, кто умеет. А кто не умеет, режьте медленно. Не порежьте столько. И все. Потом кидаете одно за другим, и все готово. В общем, на отдельное видео капуста не тянет. Но во влог то, что нужно. Ну, все, мои хорошие, мне не терпится быстрее уже поесть капусточку, взять еще, положить добавочку, и наесться, и завалиться, и смотреть телевизор. А на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok